Офигеть! Офигеть! Меня оглушило. Там не эти, не склад вооружения. Опасно. Мы ехали. Охренеть! Что-то взорвало. Нормально, да? Что-то он может заводить. 2-6 нахер! Охренеть просто! Офигеть! Офигеть! Что за херня? Что зарвалось-то? Не знаю. Срочная новость. В Дзержинске, в городе, в котором я живу, Нижегородская область, опять произошел взрыв. Опять на заводе Свердлово. Я не знаю. Каждый год, каждые полгода там что-то все взрывается. Никакой нахер техники безопасности. Произошел взрыв в цеху по производству тротила. Предприятие «Кристалл» уже много лет занимается производством взрывчатых веществ. 38 человек пострадали при взрывах на оборонном заводе «Кристалл» под Нижним Новгородом, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. У большинства пострадавших осколочные ранения легкой и средней степени тяжести. Офигеть! Все теплицы нахер выбило! Было две ударные волны, выбило окна. Первый раз испытывал подобные ощущения. Сначала огненный взрыв по вертикали, а после черный дым. Как даст! Хлопок, вот взрыв такой. А после, через некоторое время, и еще взрыв. Кипец! Сейчас будет... Ой, стрим, еще один! Ё-па-ё, что происходит? Стекла, стекла! В машинах ломаются стекла! О май гад! Я слышала, как где-то вылетели стекла. Легкая паника на улице. Надо загуглить, что случилось. Держинск. Держинск? Россия. 1 июня. Два человека, по предварительным данным, пропали без вести сегодня после ЧП на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Об этом сообщил заместитель губернатора региона. Как заявили в Минздраве, 19 человек пострадали в результате ЧП. По информации, к этой минуте на территории НИИ «Кристалл» произошло три взрыва. Начался пожар. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Его площадь составляет около 100 квадратных метров. Создан оперативный штаб. Планируется эвакуация из ближайших домов. Сколько взрывов было всего, сейчас путаются в показаниях и очевидцы, и официальные органы. В МЧС заявляют о двух. Но жители близлежащих домов к НИИ «Кристалл» говорят, что их точно было больше. Взорвалось что-то. Как страшно. Практически сразу в направлении взрыва поднялся большой клуб дыма черного. И практически сразу, через секунду, прозвучал второй взрыв. Тоже такой довольно мощный. Но городская служба оповещения включена не была. Вот сирена, про которую, по крайней мере, все держанцы знают. В общем, жопа полная. В городе работает система оповещения. На производственном объединении «Кристалл» произошла несказная ситуация. Конечно, происходящее направлено на службы экстрема и очевидно. Ситуация находится для контроля администрации города. Угрозы, заселение, нет. Просьба, заклютать, пополки. Разбросаны снаряды, группа минирования. Адрес какой? Держи, снар 2,2. Поняла. Здание 50Л, объект номер 3, цех мономеров. Уточните заезд под определением, с какой стороны? Держи, с полной 1. Место взрыва. Кристалл, цех мономеров, здание 50Л. Вокруг разбросаны мини, нужны румиерования. Пополезим. Пока уточняется, близко не подходит. вот видно как горит сверло рядом поднимаются еще клубы дыма очень обширная территория была под взрывом сейчас видеть разгорается пожар потому что двух районах идет дым в остальном город все чисто надеемся что больше ничего не произойдет в одной из версий причиной происшествия стало нарушение технологии воронка радиусе километра образовалась на улицах обрушили здание не здание там стены упали у торговых центров у некоторых стекла повыбивала у людей по поводу жертв пока ничего не известно по одной информации то что нету для населения никакой угрозы но люди стремительно уезжают из города с момента когда произошел взрыв я была около карусели мне казалось началось землетрясение в тот момент мне очень сильно оглушило и через минут 20 появился какой-то запах непонятный какой-то химический прям вообще неприятно и вот с моей стороны окна были целые а с другой стороны со стороны подъезда на улице новомосковской я живу по вылетали у многих стекла люди были в панике почему сейчас ничего не оповещают и не успокоят людей что происходит как какие действия наши дальнейшие въезд в город закрыт хотели ехать срочно домой позвонили друзья город весь оцеплен угрозы новых взрывов и химического загрязнения в дзержинске нет об этом сообщают власти города никаких оповещений ничего не было ни по телевизору не по sms не мчс никто нас ничего не оповестил в районе 12 часов произошел первый взрыв я был в этот момент на кухне и я даже не сразу не понял что такое как такового звука я не слышал можно сказать а просто такое ощущение что у меня уши заложило вот прошло несколько секунд и через какое-то время уже более сильный хлопок более сильный взрыв он уже я почувствовал что у нас что-то стало падать что-то открыться за открываться закрываться начало вот и в общем прибежала кошка вся вздыбленная она стала в два раза больше в размерах так и вся взъерепили два раза слышал два раза гриб два хлопка было мы пока внизу то были да я слышал кстати все эти машины запищали ты прямо здесь магазин вернулся я сел на мотоцикл доехал туда доехал до 2 проходной завода заря и оттуда уже начал снимать то что я там вижу задымление большого не было уже прошло где-то около получаса может побольше чё за хрень то может граховец уедем жить сейчас какая-нибудь вот это вот на нас поедут этого . начнет падать такое ощущение что там спичный боеприпасов первого точно это на заводе сверглова сейчас просто это все утилизируется таким способом а за что он так как бы как склады военные другой так и здесь извини меня зовут сверглова если он полетит вообще на воздухе что издеваешься тогда первый раз когда на светло взорвалось сам бригада вообще погибло строителей а потом кристалл считай в общем даже если что-то взорвется как в чернобыле мы будем также ничего никто не знать не будет живу от завода я где-то километрах в 7 8 взрывной волной посносила нахер все окна так конечно все закрыто все выбило всех окна вылили все выбило как поставить в титрах москова николаевич города джинска в 1150 разошел взрыв на заводе взрывной волной было выбиты вы были выбиты стекла в нескольких зданиях сейчас осу больших разрушений на данный момент мы не видим звонил сейчас другу который живет недалеко от сверлова посносила нахер там все балконы по предварительным данным на территории оборонного предприятия произошло несколько взрывов они носили техногенный характер как сообщают источники в цеху где случилось чп производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним боеприпасы хранились там же в результате чп пострадали 38 человек четверо из них в тяжелом состоянии еще двое считаются пропавшими без вести информации о погибших нет среди пострадавших в основном работники предприятия с различными травмами многих доставили в городскую больницу джинска в 1150 мы получили информацию о том что на территории завода кристалл ну и принципе это подтверждено многочисленными звонками произошел безусловно взрыв говорить об этом необходимо в результате чего произошло обрушение одного из цехов в результате возник пожар его площадь составила 100 квадратных метров возгорание удалось ликвидировать я знаешь как испугалась когда пожарная тревога еле-еле идти не надо никогда нужно быстрым шагом не бежать конечно быстрым шагом выходить а не думать а фигня какая-то а мало ли наверху бы что-то горело как в том магазине а 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 последствия чрезвычайного происшествия на оборонном заводе ликвидируют более 300 человек и 50 единиц техники персонал удалось оперативно эвакуировать жертв нет жителей эвакуировать не стали опрашиваются люди идет по квартирный обход объезжаются социальные учреждения детские сады значит детские дома больницы и таким образом мы через несколько времени будем понимать сколько людей в принципе еще пострадало но мы надеемся что больше мы о потере говорить не будем за оцепление сейчас не пройти все пути и подъезды к заводу перекрыты силами мвд и росгвардии но насчет пострадавших у нас есть понимание что двое пропали бизнесе и 16 пострадали от осколков этого взрыва угрозы новых взрывов и химического загрязнения в дзержинске нет об этом сообщают власти города ситуация полностью под контролем губернатор на постоянной связи с штабом прекратил командировку вылетел в нижний новгород угрозы взрывов пока нету значит проводим до разведку значит химических угроз нету угрозы повторного взрыва о чем предупреждали ранее в МЧС сейчас нет работы всех экстренных служб на месте взрыва продолжаются по поручению губернатора Нижегородской области создан оперативный штаб об этом сообщили в пресс-службе главы региона возбуждено уголовное дело по статье нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов